У вас зубы будут выпадать. Нефилин, алюминия. Если в большом количестве, то вредно. А у небольших она чистая горная вода. Все шлаки ваши. Вот такие шлаки у нас уже все выбилось, пока шли. То есть там можно было набрать воды, да? Набрать дорогие. Там дальше еще будет? Ага. Так, а где последний замыкающий-то? А где Александр? Вот он, здесь. Значит, сейчас последнее мое напутствие. Я вас здесь буду ждать. Значит, Саша поведет вас в одну террасу. Ее не видно отсюда. Значит, там остановочка Саша. Всем говорю. Дальше паровой машины в одиночку не бежать. Когда последний подойдет, ну, на последнем отдыхании, и только тогда двигается. Около паровой машины. Саша расскажет про паровую машину. Иршкотка эти. Это старый артефакт 1910 года, да? 1908 года. Это загадка. Значит, терраса чем опасна для вас? Значит, когда строили вот эти шахты, там же был ответственный склон гладкий. Пробивали террасу, и, конечно, это все делалось кайлом, ломом. Это были мужчины, женщины, заключенные. Ну, ведь советская власть никого не жалела. Вот. И сюда эти кучи заключенных привозили. И они падали туда, в пропасть. То есть, мне Войтеховский, ну, это знаете. Директор Хольского универсального центра. Я его знаю тоже хорошо. Он мне рассказывал, что, ну, здесь погибли люди. Погибали люди. Там надеялись найти молебденитовые руды. Ну, знаете, молебден это редкий металл. Он необходим для высоких технологий, скажем так, для лидирования. И, когда пробили эту шахту, выяснили, что там жила-то, она небогатая. Ну, ее забросили. И вот эти артефакты оставили. Как затащили туда? Это вот людям, конечно, да, в современном странно. И будущее поколение тоже будет ломать голову. Там, значит, что на самой террасе? Там может быть скользко. И поэтому вы не толпитесь. Как это вы? Извините, не взбивайте. С одной стороны, пробок метров 50-70. Вот. Значит, вы по одному входите в пещеру. И там ждете, пока последний туда в пещеру не войдет. И там, значит, вашими руководителями будет Саша и Вадим. Вадим интересно расскажет про камни. У него особенно эти фонари. Сейчас я начну про это, чтобы потом вы были в курсе. Да, 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 пожалуйста. Может быть, даже если у кого-то есть желание, так можно в итоге приобрести их. Если не для продажи брал, просто я их хочу больше таким пучком, чтобы больше был свет. Но у меня есть запасные. Кому понравится, вы можете... Кому понравится, кто захочет найти сам такой камень. Вот я сейчас шел по дороге, буквально, вот видите, вот по 100 км. Да? Вот. Если мы посвятим на фиолетовый, начинает светиться в ней нумерал. Это уже фиолетовый фонарик? Да, это фиолетовый фонарик. И у нас такие же есть. То, что мы сейчас увидим, там в шахте, мы увидим этот камень уже в стенах. Вот, например, это Славазерских тундер тоже с этим. Это вот и в диолит коричневый, а в нем вот вкрапление вот этого. То есть камень можно использовать и в каких-то поделках. У него есть мысли, можно даже какие-то светильники делать. Есть его, Садолита, вот такие более чистые. Видишь, вот я из него делаю шары. И вот он светится. То есть если такой шар, ну или даже видишь, образец, он такой космический. У него цвета есть разные. Но на самом деле светится не только Садолит, есть разные минералы, которые... Вот, например, рубин или у кого-то есть рубиновые какие-то украшения. Они тоже будут светиться, но уже, так сказать, более таким бордовым светом. Ну, это корунт, это с Карелией. Вот, но у нас вот в основном Садолит, но он в разных таких сочетаниях. Есть такие вообще космические камушки. Можно орудия для меня? Я знаю, что некоторые даже бизнес делают на этом, продают. То есть я сам пытаюсь, мне нужно какие-то делать изделия. Есть идея у меня делать светильники вот с этими фонариками. Ну, в первую очередь, это, конечно, минералоги, они ищут редкие. Некоторые редкие минералы, они реально светятся, причем бывают зеленым, еще какими-то проблемами. В Малодерских тундрах, в Кибинах, они тоже встречаются. Помимо этого. Садолит это самый распространенный вот этот вот, конкретно. Он наиболее распространенный из тех, кто светится наиболее ярко. Некоторые не так ярко. Назван он Садолит Гакманит, в честь, в том числе, Гакманит это второе название. То есть это такая как раз светящаяся разноренность этого Садолита, яркая. Был геолог Гакман, который вместе с Рамзаем, есть ущелье Рамзая. В руку восьми. Наталит я свежую, я тут взял, если поменять. Вот, и вот он один из первых его открыл, вот именно эту разноренность. Сейчас его и назвали. Так что мы там соединим несколько фонариков, попытаемся создать более мощный такой пучок. Я думаю, там очень красиво можно высветить. Ну вот я вам говорю, что для Хибина это не редкость такая, а для всего мира это редкость. И поэтому вот одна из моих задач как популяризатора, вот это все, я на камень святкие лекции делал, пытался там показывать, экспозицию, в том, что мы, вот Апатит и Кировск, должны это как-то продемонстрировать туристически. То есть я знаю, например, у нас всегда есть целый музей, там такая комната, она отделана вот из плитки, из разных этих камней. И люди туда ходят, платят деньги с фонариками или там подсветкой и смотрят это, изучают. У нас есть вот такие какие-то пещеры, я думаю, они рядом с Кировском есть, где можно это просто посмотреть самим, с фонариками, своими там, или туристоводами. Вот, я думаю, что мы могли бы делать и памятники, и какие-то облицовки, и плитки для каких-то таких эффектов. То есть можно было бы сделать что-то, вот какое-то такое место в Кировских Апатитах подсветить, его вот туристам показывать. Самим посмотреть. Ну и самим смотреть, чтобы у вас. Вот это еще такая тайна письма, можно маскировать. А, с каменной крошки, пожалуйста, нужно делать. Использовать как каменную крошку. И эта картина будет совсем другой рисунок. Давайте, конечно, сейчас это лучше. Ультрафиолет, я сейчас тоже пытаюсь, такие есть. Делать город с подсветкой, потом вне сплаты. Я вообще город буду испугать. Ой, вроде серый, серый, да. Да, да. Посмотрите, утром все верно, конечно. А, конечно. Сейчас время будет везти. Еще. Может, вы не верите, что снежного человека? Сейчас полетим. Везти, что снежного человека? Да. Везти. Что снежного человека? Да. Когда я учусь, не ел. Я не знал, что здесь, я доходил. А потом, я доходил, как я доходил. Убрёт, наверное? Да. Ну, шкурит. Масмас. Ну, ничего не попу. Ну, как наговорить, как Витя о чем-то светит, да? Мы не будем. Я тебя видел, по-на-то пословом. Ну, как пусть. 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 Пусть, я пока ручок. Пусть, я такая, руку. Лужа в ленинке, знаете, дорога лесная, такая биологическая, там далеко, куда ранее, и большая лужа, длинная, метр пять-шесть всего, все шли, и посередине один вот такой след. У меня была линейка на компасе, три сантиметра, широкая вот такая вот лапа, пальцы такие. А что, она как лапа, получается? Ну вот, отпечаток, и три сантиметра глубина. А почему у тебя только одну ногу находит? А он метит территорию, у него же шаг широкий, он вот так вот прыгнул и отскочил. Он видел нас, он предупреждал, что мы там его владения, поэтому он ходил, бормотал, и оставил след. А потом я слышу, как он захотал. Это вообще шучь. Но самое страшное, самое страшное, я вам расскажу, когда будете спускаться, уставший, чтобы подбодрить. Напомните мне, я вам расскажу. Вы на этот школьный остались, это можно ли с тобой измерить по глубине суда? Да, я рядом, у меня было два рюкзака, вот мой и раненые девчонки. Какая рука? У нас было два раненых девочки, одна сердце, а второй глаз. Вот, ну, все нормально, замуж выдали, нормально все. С повязкой нет? Нет, она выздоровела нормально. Вот, и, короче, я, например, рюкзаками так попрыгал, и у меня вот буквально 2-3 миллиметра, а там 2,5 сантиметра. Ну вот, посчитать математически. Да, для гуманитария я не могу. Почему можно, наверное? Килограмм 230 миллиметра, ну, обычно так вот. Ну, лучше, если вы 2-3 миллиметра, а он? Здесь в этот раз больше. Задумались, да. Ну, там нету, там не бойтесь, там нету. Промедите, что это человек говорит? Просвежный человек. Просвежный человек. Просвежный человек. Готовы, да, у меня помещается. Вы потеряете. Не-не-не. Промедите, заказ не было бы. Все, ну, уходим, да? Угу. Угу. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok